ребят на профсоюзной о смотрите привет привет меня зовут саша канал душно и у нас новогодний выпуск all stars первый гость денис всем привет давай расскажу немножко что за all stars ты первый раз кстати принимаешь участие в этом формате короче все просто слепые затесты большие на 15 ароматов в идеале а там как пойдет я приглашаю несколько гостей по три аромата это все монтирую 34 часа подряд и выкладываю у нас слепые затесты от марины blackfolls канал в телеграме на ней обязательно будет ссылка марина героиня она отправила мне эти слепые затесты мне кажется летом но они 15 ароматов я чуть все ждала до этого голова потом понял это же идеальный идеальный формат на вот он старс новогодний потому что у марина еще на мой взгляд очень классный вкус у нее прикольные ароматы так что сегодня первые три из них мы будем с тобой собственно и колорабовать как-то настроение замечательное прям я всегда радуюсь этой предновогодней паре обожаю покупать подарки слушать какие-то родственские песни и вообще для меня это все прям действительно такая радость не знаю даже больше радует меня все это предновогодняя потерьма чем сам праздник и для меня он как бы один из самых главных праздников для меня дула в рождении даже наверное может новый год покруче будет всегда любил новый год больше потому что я люблю и дарить подарки до принимать подарок сальва на день рождения вот как бы с этим есть перекос в одну сторону слушай и еще одной фишкой этого видео будет вот зрители уже видели вышло видео на моем канале где сармата рассказывает про шампанские вина сармат понимаете ст это человек большого вкуса он рассказывает про вина за миллионы я твой простой я редко такие пью и зрителям рассказываю про русское виноделие и поэтому с каждым гостем я буду открывать бутылочку и листово которая до 1000 рублей хорошая русская качественно и сегодня хочу рассказать про мосхака обратите внимание мосхака принципе много где продается он есть и перекрестки и в красно-белом и в каких-то винотеках но обычная линейка у них соус а вот это который подороже флют она очень даже ничего у них классный блан да блан но я решил поэкспериментировать и что нам надо с разы я насколько понимают разы любят я только разы обожаю разы употреблять разы это идеальное сочетание потому что мы есть пузырики розовый цвет божия как бы 2 есть личности или пью разы или пью абсент а я думала ты же я пью шампань я думал ты сейчас тоже есть у меня как бы или вот так или вот так сейчас я купил за 500 рублей его где-то 550 вишня профессионально открываешь это ювелир да нет я не сомневаюсь но я все равно всегда вот так его а ты любишь открывать бутылки и гористова я обожаю я раньше боялся стресс потом я научился меня научились нужно открывать при приложив сверху полотенца да и так и делаю а потом я понял что это лошизма надо по-кусарски да и следующий какой-то шаг это когда я начну как сам браш как это а чтобы ображдах ну что давай с наступающим да тебя тоже и зрителей до перед тем как перейдем к слепым затестом у меня заготовлен тебе вопрос скажи пожалуйста что у тебя обязательно стоит на новогоднем столе вот какие блюда что ты хочешь на новый год зрителям дарите том форде зрители дают на столе слушай а кстати так всегда получается что у меня как такового новогоднего стола нет то есть сейчас поясню я всегда 31 заезжаю к родителям это прям традиция там какой-то стол в какое время ты знаешь это всегда обычно днем так часиков ну как днем с двух до семи вот так промежуток такой обозначу а потом как-то всегда где-то у друзей где-то еще ты скорее тусишь на нового да да то есть как бы наверное ни разу не было что примут в новый год кто-то собирался у меня я всегда где-то там вот в этом году может быть я поеду в тарусу праздновать в поленово вот поэтому покажем друзья какие-то ну там да мы так скорее всего соберемся пока еще точно не знаю и что касается стала наверное родительская пишу потому что он как будет в основном всегда давай вот зачем ты приезжаешь к родителям я знаю кстати что твоя мама смотрит иногда видео да да привет мама большая манатка саши да так что неприятно слушай что ты ждешь у мамы на столе вот чтобы обязательно было 31 а а можно я тебе чуть-чуть как бы поменяю формат я назову как бы любимые блюда у кого я их люблю есть ну давай потому что вот например селедку под шубой ну я что-то буду без имен просто да вот не у мамы люблю честно селедка под шубой нравится другой вариант оливье год назад мне открыла одна из моих очень близких знакомых она готовит его с яблоком вот признаюсь первый раз жизни попробовал оливье с яблоком и это был лучший оливье который попробовал он так хрустит да 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 мамины все блюда я тоже конечно же обожаю и оливье хотя у мамы без яблок но все равно ты знаешь наверное для меня это оливье селедка под шубой но знаю что мама всегда к моему приезду варит мой любимый язык и по-моему на новый год тоже на нарезочку да с хреном или с горчичкой холодец я не ем я не представляю как эту субстанцию у меня никто не готовит но настоящий вкусный холодец это очень вкусно я пока что не не созрел морально я обожаю желе фруктовое вот это не пойму вот да и как будто бы все ну понятно розовые гристые как и в принципе все то есть никаких прям каких-то вы знаешь экзотических или конкретных блюд да это всегда селед а почему-то вот у меня в семье это всегда бутерброды со шпротами я не знаю черным хлебом нет с белым который пропитан по моему каким-то маслом сверху шпротик кусочек соленого огурца и петрушка вкус всегда буду это с водочкой надо наверное да не бежную водку да я заметила какие-то возрастные штуки водки после 30 в основном приходит а скрятенько расскажу какие у меня вот так с новым годом ассоциируются штуки обязательно оливье причем я конечно больше всего люблю родительские оливье он всегда идет с отварной говядиной я не люблю с колбасой никакого яблока там нету лука боже упаси там нету всего по классике это для меня обязательно всегда новогоднюю ночь я справляю чаще всего у родителей они запекают знаешь шампиньоны у них нарезана ветчина грибы и сыр это вот запах такой прям ассоциируется с новым годом и всегда за это меня мама ругает потому что мама пытается знаешь такой эстетский стол сделать все-таки а я говорю корейскую морковку с 15 лет ни один новый год не обходится без корейской морковки просто я говорю я устраивал скандалы в некоторые года когда родители пытались отказаться нет не будет нового года без этого вот и еще люблю понятно игристая на новый год я люблю процессе вот как бы подготовки выпить рюмочку армянского коньяка для меня это тоже ассоциация с лимончиками знаешь жутко мувитон но я обожаю армянский коньяк с лимончиком может быть до коньяка тоже ну да но это коньяк более парфюмерные в этом смысле как мне кажется древесно-сладкие ноты там которых я особо не чувствую когда даже саша меня угощает коньяком но у нас с тобой начинается слепой зате и у нас первый аромат и соответственно тоже ничего не знаешь нет не разношал ничего кстати вот обрати внимание вроде бы пробирки и пробирки но они какие-то емкие и не противная к слову мы же даем акцент всегда отливанка там закручено это вообще как будто бы мне кажется вот вставляется наверное да да классные блин я ненавижу эти блоттера да тебе вот они нет я уже как будто привык и абстрагируюсь от картонного у нас немало будет ароматов поэтому я все буду на себе брызгать но как будто бы как это фужерная мне кажется история мне в какой-то момент показалось что это может быть пятая молекула которая пахнет кукурузным подвалом давай мне как здесь нет рушатина но для меня нет вот этого напора там прям просто тебя вы поняли в этот подвал и все и заперли крышку у тебя не выпускают оттуда а здесь как будто бы я тоже чувствую вот это нотку такой плесневелости гнильцы может быть это вот там по моему что кашмиран главное молекула же 5 может быть это она может быть это действительно какие-то пачули такие ты знаешь пользу молекулярки то что он очень такой тихий такой своеобразно очень звучит очень не в лоб я такой честно говоря не люблю но для меня пахнет каким-то очень чистеньким фужером из каких-то травок подсушенных вот там может быть и полынь и лаванда и я накал и форме груди до мари антуана да 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 так соглашусь про фужерность мы не хватает все таки он очень какой-то нежный для меня тоже как-то вот очень скупа сколько я уже сделал пшиков сейчас выпшикаешь сюда но когда брызгаешь я понимаю про что ты говоришь когда про плесень здесь искать разная такая нотка мельца да ну может быть ты прав чуть подвальная есть но не это не пачуля ну вот я говорю можно попробовать поставить на кашмиран просто потому что 5 молекуле кашмиран одна нота заявлено но пахнет тогда вот какой-то такой овощами кукуруза овощами немножко подвальными окей ты я сначала что-то не согласился я сейчас думаю что может быть ниша точно а уж сколько она стоит там это ну какой-то он не новогодний что были громкие такие того как это такая пила гристова и уже все вышло обратно вот пахнет боже нет у меня без драмы но это вот кто-то кто вот предпочитает ароматы я удивляюсь всегда таким людям которые покупают ароматы которые не пахнут за 20000 ну типа блин он типа офигеть вот я эстет ну как бы он прикольно для меня пахнет он мне не неприятен не но он мне не неприятен но вот это да я тоже не понимаю просто как как его обнаружить да как его найти помогите денису и сашу найти мир до мамуля где вы из фильма 1 это фильм мне кажется на порвется все нормально а мне нравится как марина по-народному так ничего не распечатывала ручкой хошабис что за это транса у нас парфюмер до зеленые ноты красные фрукты конопля кедр мускус ты знаешь с твоего позволения никуда не буду торопиться и посмотрю что за хошабис потому что я что-то не пойму а что за бренд то но бренд вот этот лет принимают а или это аромат jardina дина бенесери что это такое слушая тут такие страсти оказывается паула терренция делает просто за всех аромата и вот этот как сарчинели или как у нас даже любили оказывается там плей на ароматов делали паула терренция прикинь какой мы привыкте мы все такие типа здесь снова сидим типа терренция не любят а то ли дело сарчинели а а паула умнее нас всех да как бы из любителей кирки денежку сострижет из нас ложков эстетов тоже вообще восхищать такую же чара уже получается ароматы почему-то один в один как откинсон я тоже году но это не откинсон это какой-то джордана бенесери не знаю что это но джордана и паула с другими творениями паула букет идеален кстати не похож на букет идеал я его не слушал ну хашабис и хашабис на тебе вижу в принципе вижу но не слышу к сожалению да так окей окей второй аромат давай хочу чем-нибудь яркого вот прям ну вот я все жду третий потому что он прям такой какой-то этот мюглер колонь до голубой а вот это но это ярко у меня моя какая-то история до стартует бергамотом цитрусами до сладковато немножко шилимаровским даже немножко думаю что да мне в чем-то кажется что уже выходят какие-то с молотом мне кажется вот сладость на это что-то это что-то популярное же не знаю но никакие там не флер наркотик не бакара нет нет это классика какая-то мне кажется там много каких-то смол должно быть вообще шилимара подобные очень цитрусовые красивые мне кажется не на бер не нашел бы на эту бергамотный старт очень красиво обожаю такое я мне в чем хочется лимарную шкатул мне в чем-то ирисы хочется сказать может быть они может быть корни или это ровность да блин что-то ужасно знакомо он как будто чем дальше тем больше такую текстуру крема приобретает потом если он прям такой вот жирненький становится мне кажется что что-то может быть что у нас блин что-то ужасно знакомо у меня короче взрыв мозга мне кажется что я знаю что это я не знаю нет но действительно в сторону шилимара есть отсылки может быть у лду что это такое есть нет не припоминаю чтобы прям могло бы ужасно но это прям моя история вам ну да и рода йода мне кажется вполне короче я нашли марта влю я ставлю что это шилимар может скан колонии или может быть но в нем есть какой-то такой винтажный душок вот именно шилимаров и ира шилимар из всех винтажных направлений единственный аромат который вот я прям легко могу представить на себе вот но мне не нужно как-то специально подготовить готовится к нему слушай принять чудо как хорошо свежий бергамот с замша смола все это очень свежо очень красиво но супер и сладковато и сладковато и сладковато гурманика такая типа там безе но какая-то я допускаю что на самом деле это не шилимара что-то другое что мне не приходит в голову блин супер вообще с удовольствием буду носить я вот не пойму вернут ли себе шилимар ты все такого расхваливаешь лучше и лучший аромат на свете может быть хотя бы оригинальный вернуть а это абонита они которые так засирал в классическом да но это колой для колой 16 год мускатный орех лимон бергамот иланг-иланг палисандр фиалка роза амбра дубовый мох ветивер кедр давай посмотрим сравнивать ли его с каким-нибудь шилимаром ну ты знаешь абониту я пару раз обонял так давно в том числе у маргариты далее так и я практически застыдил ее на раз ну невозможная бабка а это не бабка беленький да я бы прям даже пойду гуглить сколько он стоит эти скажу да конечно шилимар ну вот видишь это может быть шилимал шилимар аберуш еще шилимар еще шилимар идивер ну это уже какая-то блажь ну супер мне очень понравился но видишь мне кажется марина знает вы почему ли вкус может быть специально тебе его под марина сама шилимарша а ну понятно вы нашли друг друга шерочка с машерочка марина спасибо буду гуглить очень классно жду 3 потому что так интересно что это такой цвет всегда интригует цвет не обещает ничего богатого честно говоря ой ой такой тоже старая школа какая-то да это какой-то цветок очень своеобразный но это не тубероза же нет это жасмин такой мне кажется что тоже жасмин да такой прям не без индола не без индола очень красивый я просто пытаюсь понять но немного ароматов голубого цвета но и он в темном флаконе и внутри жидкость голубая но зачем тогда и украсить такой цвет когда не видно через черный флакон да мне кажется какой-то жасмин красивый а вот какие жасмин он напоминает тебя мне напоминает чуть-чуть а-ля Ньюи да или жасмин дюпе Магдекарловский а это знаешь у него это вот тот жасмин который немножко выдает кожу да ну нет на лаш ласт нет 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 не такой крикливый да я думаю что старая школа какая-то очень красиво но он вроде бы с индолом но не тем индолом который прям не подавит это как пульверизатор для говна как он как-то все-таки оставляет тебе возможность вдохнуть я ставлю на то что это вот прям голубая кровь во всех смыслах но что это что-то такое породистое да он прям хорош очень даже украл какая-то пыльца как будто бы медовая да может быть и мед ну для меня иногда мед с жасмином идут где-то так буквально породистая штука да очень классно мне очень нравится прикольно марина сделала вот даже жалко все 15 мы сейчас давай не расколем мне тоже очень нравится я найти его уступлю это больше твоя история но с удовольствием узнаю что это да мне тоже красота потому что красота прям просто меня первый этот хэш-эбиз немножко смутил какой-то своей невнятности он а второй третий просто на второй прям ты третий да 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 так это у нас moon dance juliet has a gun казалось бы julietta я не люблю их аромата особо вот один мне понравился более-менее все какой-то вот вот кстати вот ужасное название у меня кстати мы с тобой любим хейтить какие-то флаконы вот у julietta ужасные флаконы даже их держать не хочется и название дурацкое juliet has a gun что за херня тоже не понимаю moon dance но аромат супер в сторону какой-то старой школы и ты знаешь что это туберозия не жасмин ну да тубероза фиалка роза можно ну я бы здесь прям уверенно ставил на жасмин именно ну имеешь право же смазить фраговский пирамиды не всегда далеко верны ну и давай раз уж у нас немного аромата быстро посмотрю до вас сравнивать да и будем прикрывать даже новогоднюю как лавочку макунта moon dance ну такой кстати флакон небесячий какая-то премиальная их линейка понятно это не вот эти бочонки с чем сравнивать с поизон хороший аромат да очень хороший джульетты я тебя не люблю я но как там говорят раз в год даже палка стреляет ну вот да поэтому очень красиво действительно денис спасибо что принял участие мне кажется получилось весело и клёво спасибо за приглашение всегда рад быть у тебя в гостях в любом формате в плане там тоже слепые за тесты или вот я сегодня волстарс первый раз да ну и мы не прощаемся потому что видео будет сразу склеена да так что передаю стафетную палочку да и мы продолжаем в гостях антон теперь я в гостях удушно да как у тебя настроение прекрасное предпраздничное рождественское настроение отлично сейчас эти про предпраздничное настроение паса расспрашиваю но для начала откроем бутылочку вот мы с тобой успели побеседовать ты сказал что много где побывал на виноградниках был ли ты в дагестане вот чего еще так сказать кого гештальт я не закрыл так это еще не добрался предстоит короче это мое открытие этого года дербент вино они вдруг решили стать такими более менее хипстерскими хорошие такие обложечки делают и заняли такую нишу бюджетного вина вполне себе соревнуются с кубань вино с ну вот такими самыми дешевыми линейками у них в общем-то даже вина за 300 400 рублей не ужасная а это эндема они типа считаются премиальными хотя стоит 550 600 рублей ну чудес не обещают на на самом деле в рамках бюджетного вида очень даже мне кстати захотелось не к ним тоже съездить у них есть экскурсии тоже на их хозяйство прям очень удобно все на сайте записываешься судя по всему аншлага там нету так что если вы собираетесь в дагестан можно судя по всему надо быть халяльным если оно из дагестана ну вот не знаю здесь типа эндемы это посвящено каким-то все на все обложки это какие-то животные которые водятся только в дагестане вот такое не выдумали миленькую легенду а есть такая мода вот есть итальянский бренд castellare вот они изображают птичек заповедных которые водятся у них на виноградниках и более такие это тосканские классические cliente и там есть птички ты можно собирать этикетки погружаться в эту замечательную фауну птичка как и бирд бочером можно да давай это моя тема я уберу бутылку из кадра потому что прошлое первую часть когда мы записываем празднично так вот возвращать праздником давай рассказывай какие у тебя новогодние традиции но есть много традиций очень интересных ну мы конечно стараемся выпекать такой пряничный ну можно сказать пряник если уж как большой с детьми вот и маленькие прянички человечки всякие пряничные но есть уникальная традиция нашей семьи моим перед рождеством делаем пельмени до летнем пельмени всей семьей с секретом мы закладываем туда пуговицы вот не всегда пугает какие-то традиции на самом деле не ломаются ли зубы пуговицы нормально вот так сказать знакомый стоматолог так сказать делает замечательно любые трещины и сколы в случае чего в общем загадывается какие-то желания на эти пуговицы вот это будет на исполнение желаний это на улучшение на любовном фронте вот на счастье какие-то банальные банальные пожелания и это работает работает так сказать чудо в раздельственскую ночь она срабатывает и вот и потом приезжают все друзья гости все мечтают приехать на пельмени вот потому что реально пуговицы заговоренная да да это такое милое русское язычество на минималках интересно что говоришь про рождество больше рождество справлять чем новый год да я вот отклоняюсь к европейской традиции а ты католическая и не расслабила фонда вот с ароматом православного лада ваши пальцы пахнут ладно да так сказать в бананово-лимонном сын подожди но оливье ты когда ешь на новый год или вообще не ну я могу позволить себе и так и так вот не ограничивая себя но стараюсь расширять это ну свои так сказать гастрономические вкусы и пробовать другие продукты в эти праздники на самом деле есть много блюд как я уже сказал ты когда пельмени вот которые у меня лично и моей семьи ассоциируются с рождеством с новым годом поэтому готовлю мы конечно никогда не хочется ностальгии и можно приготовить классический оливье классические это с раками нет нет классические советский совет на вот просто так всегда было два направления так сказать два регионных направления оливье с курицей у нас семье оливье с курицей и оливье с колбасой дом вот в рамках одной семьи было бабушка до бабушка готовила с курицей когда приходили на А на новогодние праздники к бабушке у меня был оливий с курицей, а мама готовила с колбасой. Это вообще опасная территория. Могут быть даже поножовщины. Да, да, да. Ну как селедка, соленья. Мы забыли про такое замечательное блюдо, как черемша. Маринованный чеснок. Все, все как вы любите. Слушай, а подарки-то когда? Просто я помню, у меня когда-то давно, я уже не помню, с кем-то я разговаривал, с какой-то такой взрослой, интеллигентной женщиной, не помню контекста, все такое. И когда я сказал, типа, вот, Новый год, Новый год, и она сказала, русские люди справляют Рождество, а не Новый год. Мне так это понравилось как-то, но я все-таки больше про Новый год. А ты подарки в рамках семьи дарите на Новый год или на Рождество? Получается так, что мы дарим и на Новый год, и на Рождество. Блин, повезло детям, что я могу сказать. Подожди, а и одинаковые равноценности они? Ну, мы стараемся просто... Часто символически. Нет, ну, просто праздник, он не концентрируется на одной дате. И поэтому мы стараемся делать маленькие подарочки под елочку. Потому что я вырос в то время, когда Дед Мороз мне, вот, с момента, когда елка, она как Wi-Fi раздавала подарки, вот. То есть она стоит, и ты потихонечку вот подходишь и там собираешь все подношения, которые из-под елки выпадают. Ну, то есть они выпадают не в один момент, да? Да, да, да. У меня никогда, у меня всегда четкая дата была привязана к ночи. Мне кажется, в детстве я на утро бежал, когда уже проснулся, бежал под елкой, был какой-нибудь подарок. Там бедные родители еще спали, а я уже там начинал это разворачивать. Это классика у нас тоже так была. А сейчас, в последнее время, у нас как бы там часов 11 мы садимся за стол на новогоднюю ночь, едим-едим, подпеваем. И где-то в час ночи все идем под елку, и там уже с 31-го сложены горки подарков, и вот происходит какой-то обмен. Ну, это потрясающе. На самом деле, надо продолжать. Мне хочется продолжать традиции. Как известно, сначала человек верит Деда Мороза, потом он не верит Деда Мороза, потом сам становится Дедом Морозом. Как настоящий папа, я должен продолжать эту традицию. Мне хочется просто, чтобы эти детские впечатления у моих детей, они очень ярко так вписались в эту парадигму детства. Обожаю Новый год с детства, самый любимый мой праздник. В детстве я начинал ожидать Новый год с сентября. Ну вот, все дети так. А потом отношение к этими немножко меняется. Да, ну и Новый год уже не так. Вообще, видишь, у нас видео, если ты смотрел с Арматом, где на годовщину мы снимали, на годовщину канала видео, мы говорили, что секс после 30 переоценен. Ну вот уже все радости после 30, они уже, конечно, не такие яркие, как это, но можно поддерживать. Да, да, есть много для этого способов. Хорошо, ну что, давай тогда переходить, собственно, к, я не знаю, главной или это часть нашего сегодняшней встречи, но важной. Собственно, к слепым затестам. Ты когда-нибудь участвовал в слепых затестах? Официально нет. А, не официально? Не официально так. Да. Хорошо, ну, собственно, тогда правила особо объяснять не буду. Просто предполагаем, я не знаю, что это, я не разнашивал тоже. Я могу сказать. Да ладно. Мажда бекали, мон номеруш. Да. Вот это, конечно, быстрый ответ. Да. Мажда бекали, мон номеруш. Я даже не успеваю так быстро сообразить. Ну, хорошо, ну, давай ради приличия хотя бы порассуждаем. Окей, это Сисил Заракян, замечательный парфюмер. Здесь вас встретит с самого начала Ладан, Алибану. Далее такая роза. Розу слышно? Да, роза. Ладан не слышно. Вот, далее Кумин. Ну, вначале он, Алибан, он там настолько все тягуче сделано, очень красиво. Вот, и прям, ну, это версия, которая уже постояла. Это уже более... У тебя по-моему не было? Нет. У меня не было. Откуда ты узнаешь, так хорошо? Ну, так получилось. Ну, расскажу, я тебе. Окей, интересно. Как ты именно про этот аромат, как он настолько... Ведь понимаешь же, ну, я не знаю, может, у тебя очень быстрый ум, но мне в голове нужно немножко все-таки там что-то как-то вычленить и все такое. А ты прям с первой секунды, как будто бы ты подсмотрел. Ну, может, я посмотрю, я надеюсь, что ты не прав, еще, знаешь. Ну, как второй вариант, это может быть эпик женский. А-а-а. Вот, потому что это один и тот же парфюмер, и, ну, Сисиль Заракян, да, благословития Господь и поприветствует. И, ну, в принципе, это, ну, ее стиль. Но здесь, ну, вот... Ну, для меня роза, правда, здесь главное. Роза такая довольно сладкая. Да, и очень много специй. Ну, кумин... Кумин очень... Слушай, а я правильно понимаю, что ты, знаешь, есть такой элегантный подход. Вот никогда не надо говорить, что ты не пьешь. Это вообще неприлично, когда вам наливают, говорить, что вы не пьете. Вот надо, как Антон, я ему налил, а он так это и покрутил, возле лица поводил, поставил, и сейчас обратно на каршеринге поедет, да? Ну, как бы это очень элегантное решение, да? Не вот это, ой, у меня живот, ой, я не пью, а вот... У меня пост. О, кстати, я рислинг не пробовал, очень даже ничего. Я такое люблю, когда суперпустота, вообще ничего во вкусе нету, как будто бы, знаете, в минералочку Грэнни Смит порубили немножко и корку какого-нибудь, там, лайма или что-то, такое суперосвежающее, никаких дрожжей. Я вот почему шампань не люблю? Слушай, у меня вот такие хлебные корки, какие-то дрожжи, какие-то подвалы, боже упаси, а вот тут это все проще. Это мне говорит человек, который любит почули. Да, в парфюме почему-то проще. Слушай, ну, немножко оцепление про вино. Мне, кстати, понравилось. Я одно время, прям летом, покупал, по-моему, Кокур. Кстати, неплохой. Вот. Он летом... Захаров или Кокур? Да, Захарин, да, да, да. У них есть тигристое Кокур. Ну, немножко по... Аристов попроще, но, мне кажется, вот этот вариант, он посложнее будет. И летом, мне кажется, можно просто несколько ящиков купить, поставить его в прохладное место и... У меня есть еще любимое вино за 400 рублей, только его быстро раскупают. Мне кажется, во многом благодаря мне, потому что я постоянно про него говорю. Высокий берег Рислинг. Он стоит вообще 350-400 рублей. Вот тоже в том же стиле. Супер вот такое минимальное. Вот эти как немецкие вот эти все зекты, как бы когда всего по минимуму во вкусе. Ну что, давай смотреть? Давай. Мне кажется, что это мое имя красное. Как твой телефон? Да. Так. Ой, ну, слава богу, ты ошибся. Слава богу. Это, кстати, очень классный аромат. Мне он нравится. У меня есть от Ливан. Слушай. Это лолик. Да, да, да. Жемчужина. Делала Натали Лорсен. Ну, смотри, по ноте ты вычислил супер быстро и правильно, что это розовый аромат. Ты говоришь розный или розовый? С ароматом роза. С ароматом роза. Слушай, ну, я могу сказать, что у моей мамы был этот аромат, он такой белый аромат. Да, он ужасно довольный, кстати. Он для меня был отвратительный всегда. И он пахнет какой-то горчиной водки. Он мне пахнет водкой всегда. Мама наносила на себя, он пахнет водкой. Это вообще пахнет иначе. Может, у тебя у мамы какой-нибудь битый, потому что вообще не думал, что она водкой вроде пахнет. Он пахнет, прыгнет горчиной такой. В джине такая вот горчинка прям отчетливая. И она наносила на себя. И у меня это всегда просто закоробилось. Вот. То, что вот это облако, которое стоит в прихожей. Водочное. А ты любишь водку? Нет. Нет, серьезно? Господи. Все в моем окружении не понимают водку. Это удивительно. Водка восхитительный напиток. Просто царский абсолютно. Но есть место водки после бани с борщом. Вообще водка очень гастрономический напиток. Который, ну, чистую водку, конечно, неприлично пить. Но с жирными вот такими закусками на столе это просто идеально. С какой-нибудь рыбкой, поджареным хлебушком. Жалко мне, нет водки. Все обычно, когда включают видео, они говорят, ну, наливайте чье-кафи. Друзья, наливайте водочки. Нарезайте сальце. Вот. Селедочку с лучком. Под, ну, так сказать, этот замечательный видеоролик. Слушай, ну, что я тебе могу сказать. Для тех денег, которые стоит этот аромат, он стоит 3-4 тысячи на рандеву с моим промокодом. Очень даже прилично. И вот прикольно, что ты его сравнил с нишей. Мне тоже он звучит. Слушай, он пахнет прям очень близко. Ну, конечно, в самой первой своей фазе он пахнет очень похоже. Сейчас я вот, по мере того, как я слушаю, я понимаю, что он меняется и не так, как меняется Mono Mirouche. Вот. Потому что сейчас он прям утих. И вот прям уже такая база. Ну, и Плицов узнал уже, что это Лолик. Да. Не-не-не, я сразу хотел сказать, что это значит что-то похожее. Очень интересно, сравнивают этот аромат с Mono Mirouche или нет. Ну, у тебя телефон рядом, если хочешь, глянь. А я пока нанесу следующий. Короче, достойно. У меня от Оли есть отливантик 5 миллилитров. И я его, пожалуй, попробую поразносить. Потому что у меня что-то в последнее время какое-то розовое настроение. Мне розы заходят. И этот аромат не нравится. Мирик, ты мужской слушал? Да, почему-то его не очень люблю. Он такой какой-то... Не знаю. Как будто бы там вот эта роза, она как-то химозная, что ли. Или что-то когда-то так звенит. Короче, как будто бы мне нужно посадить еще лирик. Я знаю, что его все обожают. Это прям такой супер-хит. Но... Вначале я тоже его не признавал. Честно могу сказать. У меня был как раз вот пробник Amoage оригинальный, который мне привезли, как я рассказывал, из Арабских Эмиратов. И вначале я нанесу, что-то такое прям совсем женственное. Вот, он у меня полежал несколько лет. Не, он, кстати, женственного мне не красный. И нанес его на себя. Думаю, господи, его красота невероятная. И это переливающаяся роза. В современные выпуски мне показались более как раз химозными, соглашусь с тобой. У меня в современной. Но, тем не менее, у меня есть большой отливант. Буду пробовать. Ну что, будем смотреть? Я вот... Тут ладан какой-то. Ну... Ладан, лабдану, может. Сейчас. Это... Это зира. Зира. Угу. Зира. Чувствуешь животинку? И смолы. Ладан, зира. Такой, немножко противненький даже. Ну... Ну, это дает, как раз, мне кажется, кумин. Ну, кумин зира. Сюда и закона. Вот я, кстати, не чувствую вообще здесь этого. Мне кажется, это первое. Потому что у меня был фейт, и я его благополучно продал. Мужской фейт. Ну, кстати, он чем-то потом посмотрю, в общем. Да, бог с ним. Ну, потихонечку он вот уходит какой-то в более... Короче, это тот тип смол, которые чуть-чуть сладковатые, не очень громкие. Понятно, что это не он, но для меня вот направление, как гарсоновские ладаны, типа авеньоны, или что-то такое. Вот такой сладенький... Чуть-чуть там... Кстати, это вот этот, может быть, индийский ладан... Который? Из ладанной мазу-зу-зу-зу-зу, что-то так. Да, 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 да. Да. Из ладанной линейки, да. Похоже на благовоние. Что-то мне напоминает? Я... Такое сочетание... Вот обратите внимание, как я пью, и как Антон. У меня-то уже полбокал начали действовать, и плюс утро. Ну, как утро? Ну, для меня утро еще. Вот, поэтому я еще не научился формулировать. Ну, что-то такое лабданом чувствую. Ты не чувствуешь? Лабданом есть. Лабданом есть, но у меня есть палочки китайские. Они как бы не индийские, китайские палочки, сандаловые. Вот есть, вот с похожим ароматом. Называется он «Лечебные травы». Вот какие-то такие спирали, прессованные благовония. Вот он очень похож. Там... Ну, потихонечку, видишь, он уже приходит в базу. Он достаточно быстро трансформируется. Он очень спокойный. Вот если бы он был громче, то он вообще похож. Вот у меня появился сейчас «Сахар Ануар» от Том Форд Лабданом. Вот там такая же ладанная... Вот у него отчасти кашба дает такой вот... А кашба похож на авеньон, который все сравнивают. Да, такой, знаешь... Но это не кашба и не авеньон. Есть такой ладан советский. Советский ладан. Да, советский ладан. Он сразу... Это хорошее название для романа. Да. Он сразу растекается, растекается сразу. Он жутко дымит, едкий дым. Вот. У него название «Смерть мухам и старухам». И вот он отчасти похож на такой вот... Такой вот просто как, как сказать, канифоль. Такая вот хвойная смола. И вот она дает немножко такую кислоту небольшую. Короче, моя ставка, что даже это не столько ладан, сколько лабданум. Очень похоже на лабданум, но аккуратненький. Аккуратненький, ну, меньше, конечно. Мне кажется, он немножко в женскую сторону переходит. Я бы не сказал, нет у меня такого чего-нибудь. Но мне и сахар noir не женский. Интересно, что это. Смотрим. Так, пятый. Подожди. Давай. Так, это Black Kashmir Dona Karan. Тут мы по люксу пошли. Ускатный орех, шафран, белый перец, гвоздика, роза, древесная нота, амбра, пачулия, ваниль. Ну, знаешь, смешно, что здесь нет ни ладана, ни лабданума. А что тогда дает такой вот шафран? Ну, шафран. Шафран как бы по-другому вообще. Ну, в чем ты был прав, что в женскую сторону, я так понимаю, это женский люк. Ну, достойный. Я не знаю, 2002 года, наверное, какая-нибудь снятость. Вообще, название Black Kashmir у меня бы ассоциировалось полностью с пачули. Почему? Ну, ты наверняка знаешь ту историю, что палантины британского двора пахли пачули. Палантины это что? Ну, палантины, ну, такие, да. Парел. Парел. А, нет, вот этот опасный заход ты наверняка знаешь, нет, не знаю. А почему? Я знаю, что пачули какие-то там проститутки в Индонезии пахли. Вот это я знаю. Короче, так как эти палантины ехали из Юго-Восточной Азии, их клали с пачули вместе, чтобы их не жрала моли и прочие паразиты. И когда они приезжали, они, все эти палантины пахли очень сильно пачули. Вот, вот, и этот аромат из, вот, от проституток, вот, от этих, вот, так сказать, представителей из древней профессии, перешли в Викингемский дворец. Вот так. И потихонечку-потихонечку отмылись от своего прошлого. Скверно. Мне, кстати, что нравится, что пачули, вообще, как-то, вокруг пачули очень много каких-то, ну, и проститутками пользовались, и в кошелечек нужно побрызгать, деньги будут, и вот, что-то, какой-то такой заряженный. А под кожу не зашивали, да. Под кожу, да, пожалуй. Хорошо, ну что, давай шестой? Шестой, а для нас третий. Ну, меня удивил этот прошлый, я прям был уверен, что там будет... Угу. Ну, это, на мой взгляд, Грейф Ланель. Блин, как ты так? Я даже не знаю, может быть, ты опять не прав, но... Не, ну это сто пудов, Грейф Ланель. Я поражаюсь, он у тебя есть, кстати. Да. Я просто поражаюсь, как быстро работает твой мозг. Ты глицин пьешь? Нет. У меня такая работа. Слушай, ну, очень приятно, что-то супер-супер-свежее. Это, ну, такие ирисы, и ирисы, ну, такой он немножко мыльный. Да, есть. И антиколонистый. Угу. Ну, приятно. Ну, может быть, и не Грейф Ланель, потому что он немножко сейчас меняется, но очень-очень в этом настроении. Грейф Ланель, это, короче, какой-то бюджет. 300 копейки стоит. Ну... Ты наверняка знаешь, и ты как бы, как вот реагировать на это? Ты наверняка знаешь, ну, вроде как, ну, типа, каждый раз по-подростковому бунтовать, и говорить, нет, я не знаю, да? Ну, тоже как-то странно. Либо надо как это, ну, да, ну, конечно, кто же не знает, что там концентрация-то другая. Как говорят британцы, som says. Да, вот. Слушай, ну, приятно. Давайте, чем пахнет, попробуем, на случай, если это не Грейф Ланель, хотя и склонен тебе доверять. Ну, вот, ирисы, такие земляные, мне кажется. Какая же это чудо-трава-то там. Короче, чисто мужской для меня профиль, освежающий, колонистый. Ну, мне кажется, чтобы людям было понятно, это та колонивость, именно мыльная, у нее нет абсолютно никакого пеннобритного настроения. А мне кажется, немножко есть. Ну, в духе прошлого, если так сказать. Не в современном понимании, а в духе прошлого. Не арко. Ну, мне-то такое наскучило, на самом деле, но... Ну, там, я думаю, сейчас можно много написать разных цветочков в эту пирамиду, но, знаете, он очень приятно мыльный, такой, знаешь, вот есть аромат, как ты знаешь, как ты знаешь, конечно, в разумеется, знаю. Лорензе Веларейзи, есть такой аромат тенденеж, аромат снега, вот, он прям пудровый, вот здесь тоже, он немножко пудровый, пудровый тоже. А для меня это какой-то запах, как раз мужского ухода, но не бюджетного, а вот из какой-нибудь космотеки, вот знаешь, какой-нибудь вот дорогой бюджет мужского ухода. Кстати говоря, это может... Какой-нибудь Ака Капа или... Кстати, вот, у меня сейчас пустила мысль, это вполне может быть Санта Мария Новелла. Слушай, я все, что пробовал Санта Мария Новелла, оно все такое перегружено, сложно, такое, какое-то травянистое, но, может быть, я не так много чего пробовал. Что очень сильно изменилось, я думаю, что это уже не грыз. Ну, кстати, Марина, которая делала нам эту подборку, она любит Санта Мария Новелла, так что не исключай. Ну, смотрим. Подожди, давай. Может быть, сейчас сработаем. А нужно было это, брызгнуть пару капель. Грей Фланель, ну что, ну да молодец. Молодец. Андреа, 75-е годы, это такой старый аромат. Да. Гальбаном, Питер Грейн. Он, Гальбаном, да. Не роли. Ну, короче, я даже не буду записывать, огромная пирамида. Ну что, а ты рекомендуешь, ты давай так, когда ты наносишь этот аромат? Я обожаю его, он у меня стоит в моей ванной комнате и прекрасно его наносить прям сразу, когда-то вот в махровом халатике. Вот, и ты сразу представляешь себя в какой-нибудь американской гостинице. Вот. Это вполне себе сойдет за такой домашний аромат. Мне кажется, он будет очень... Мусской ньют, примерно. На самом деле, правда, аромат очень красивый. Я его очень люблю носить в прохладную погоду, в дождливую погоду. Вот как сейчас погода за окном вполне себе тоже подойдет. А ты сегодня в чем? Вот интересно, ты слышишь? Нет. Нет, я сегодня в аромате Диа. Да, это муаш. Ну, как известно, Диа я вообще не очень... Ну, я не то, чтобы близко как-то... Я не нарушал твои границы, поэтому я не знаю. Ну, вот так вот за метр... А я в чем услышал? Да, в чем-то красивом, но я пока еще не располняю. Пола Грин. А ты его знаешь? Нет, мы с тобой как раз и разговаривали, и я вот этот аромат еще не успел послушать. Вот была у меня мысль взять его в кадр, но сейчас не побегу отсоединять микрофоны, так что давай скорее чокнемся. Спасибо, что пришел. Поздравляю тебя с наступающим. Зрителей. Да, поздравляю. Да, и хочу пожелать тебе, как говорится, искать дарований больших, не останавливаться на достигнутом, и раскрывать для себя вот эти альфакторные границы максимально широко, далеко за любые возможные горизонты, чтобы ты зрел, как настоящее качественное французское вино. Шикарно. Выпьем за это. И перейдем к следующему гостю. Ну что, и у нас третий гость. Оля, привет. Как у тебя настроение? Предновогоднее? Уже, да, немного есть. Чуть-чуть не хватает, как будто бы. Мне хочется, чтобы посильнее было праздничное. Мне нужно закончить конец рабочего года, и будет, наверное... Вот, кстати, я часто слышу, что у офисных своя проблема. В конце декабря обычно не до новогоднего настроения, все, блин, мучаются. Как хорошо не быть офисником, честное слово. Слушай, с каждым гостем я открываю бутылочку, и у нас сегодня Валерий Захарин. Кокур. Какое-то неприличное немножко название. Но Кокур, если не ошибаюсь, это сорт винограда. Автохтон. Знаете, что такое автохтон? Нет. Это виноград, который растет только в одной каком-то регионе. Ну, то есть, это вот... Есть условно какое-нибудь мерло, или киберне-совиньон, которые растут везде. А вот Кокур растет только, по-моему, в Крыму. Да. Вот. Бакхур практически. Я пробовал другие вины из Кокура. У него... То ли он обложку поменял, то ли там от года зависит. Было неплохо для своих денег. Он стоит, типа, 500 с небольшим. И, кстати, довольно много где продается. Но я брал у своих любимых ребят на профсоюзной. Так. Ну что, пробуем. Цвет у него такой какой-то темноватый. Ну, видимо, Кокур немножко окрашивает. У него кожа светленький наступающий. Ну, непрозрачный. Я вчера пил Рислинг. Вот он был совсем прозрачный. Так, уберу, чтобы он не торчал в кадре. Ну что, давай. С наступающим. С наступающим. Такой, в отличие от вчерашнего Рислинга, более дорожжевой. Я такой не очень люблю. Но это приближает нас к шампанию. Практически шампань. Оль, какие у тебя главные ассоциации с Новым годом? Какие традиции? Или вот что для тебя Новый год сейчас? Сейчас, наверное, когда идет снег. Потому что в Москве очень часто бывает так, что снега совсем нет. Да, кстати, последние пару лет ты заметила, вообще снежная. Я так радуюсь. Я ненавижу бесснежную зиму. Да, для меня это вот первое, наверное. Если снег идет, значит, уже немножечко появляется вот это вот такое новогоднее. А второе... Значит, извини, пожалуйста, у Пастернака есть, но я это поумничаю. На свете нет тоски такой, которой снег бы не излечивал. Ну, это же правда так. Да. Да, извини, я тебя перебил. Второе. Второе сейчас, наверное, опять же, повторюсь, завершить рабочий год. И третье купить подарки. Ты что, не купила? Половину купила, половину еще. Я большую часть купил. Не, ну а все-таки, ну смотри, да, я понял, ты говоришь про какие-то планы. А вот, ну, все-таки вот Новый год, это там, я не знаю, какие у тебя якори вот прям, это Новый год, ну, не знаю, там. Вот мандарины ты не ешь, у тебя аллергия. Ем, но страдаю. Ем, ешь, но страдаешь. Ну, прости, конечно, мы только что обсуждали, что это клуб ипохондрика после 30, а как у тебя аллергия проявляется на мандаринах? Ну, прощаем, покрываюсь. Серьезно? Да. А у меня, если я, цитровцы, переем, ну, прям мощно, у меня иногда начинают слезиться глаза, чесаться, и вот слизистый нос. Ну, это надо больше килограмм надо съесть. Ну, вот мне так же примерно. Вот, ну, то есть, типа, чуть-чуть можно? Можно. Ну, давай, что еще? Ну, давай, что еще? Ну, если прям атмосферу взять новогоднюю, то это какие-то новогодние фильмы, наверное. Что смотришь? Ну, наверное, как «Все», «Один дома», «С легким паром». Вот «С легким паром», я думаю, в первую очередь. Я, кстати, «Один дома» не очень как-то люблю. Ну, у меня просто такое достаточно детские какие-то воспоминания, когда он только вышел, поэтому... А уже, как бы, каким паром... Это больше все-таки взрослый фильм. Ну, да. Я тоже очень люблю смотреть с легким паром. Я, конечно, давно не смотрю его от начала до конца. Но, как бы, вот я люблю к родителям, обычно я у родителей справляю, приехать чуть пораньше. И там еще никто не садится за стол. Какая-то такая суета, знаешь, там что-то повесить на елку. Там раньше как-то меня еще загружали родители чем-то помогать. А сейчас спасибо, мама, папа, что вы меня не загружаете. Я приезжаю, как такой детина, просто смотрю на эту суету и умиляюсь. Вот. Ничего не делаю. А там, знаешь, какие-нибудь это салатики дорезаются, что-нибудь такое. Вот. И фоном там про Надинку. Надинку, да. Да. Люблю Иронию Судьбы. Я тоже. У тебя кто любимый персонаж там? Ипполит. Да ладно. Он зануда. Да, зануда. Ужесный зануда. Ну, кстати, с годами, правда, кажется, что он самый адекватный там. А Женя противненький немножко. Ну, такой, во-первых, как бы... Ну, Надя та еще, кстати. А он. Подожди, Надя. Подожди, Надя. Брыльская это Надя. Да. Да, а вторая? Галя. Галя. Вот. Те, кто больше нравится, Наделя, Галя. Наделя, Галя. Галя. Да ладно. Да ладно. Оля такая-то зануда. А мне... В смысле? А мне Галя ужасно не нравится. Она вообще сильная женщина. Во-первых, она... А как она его отчитывает там? Не, ну, я ее понимаю, на самом деле. Это правда ужасно, но такая она какая-то наигранная. Не, Надя, кстати, Брыльская молодая мне очень нравится. Это же Мадонна Хэнгап. У нее там и прическа такая, и это... Да, да, да. Не, ну, подожди, Галя сильная. Во-первых, она прекрасно знает, что с Женей нужно только так. Только так. Ну, она ему яйца-то подрезает. А в итоге он взял и свалил ее в Питер, любимый. Да, ну, хотя Надя, наверное, тоже подрежет. А, вышло же там части-то продолжение. Блин, продолжение ужасное. Я... 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 Их несколько вышло? По-моему, две. Короче, одна вот эта вышла. Это было просто ужасно. Я посмотрел. Во-первых, там как бы по сюжету, что... Чем завершается ирония судьбы? Что Надя приезжает к нему, а он говорит, что моя Надя приехала. Ну, очевидно, что у них начинается роман. Это уже сказка новогодняя, да? А по этому фильму, ну, типа, они разошлись после этого. Это такая чушь. Ну, как? Ну, хорошо, но вы снимаете какую-то пошлую вариацию новую, да? Ну, зачем? Зачем вы разрушаете сказку? Чтобы сделать новую? Ужасно. Ужасно. Там еще все-таки какие-то уже уставшие. Кошмар. Кошмар. Ну, хорошо. Ты как настроена на слепые за тесты? Ой, я очень люблю слепые за тесты. И надеюсь, что сегодня мы не будем усердно кашлять. Я вырежу, если... А, может, не вырежу, потому что это тоже часть новогоднего вайба. Все болеют. И ты думаешь, блин, хоть бы к 31-му выздороветь, а? Да, да, да. Мы что-то как-то с Сашей прям... Да, синхронно вот этот злобный гриб. Причем это, ну, не то, что мы друг друга заразили, мы не виделись. Нет, мы даже не виделись, да. Ой. У нас номер 7. Ну, что-то мне не очень нравится. Цветочки. А мне какие-то травки скорее. Смолки какие-то. Да. А мне какие-то лимонные зефирки. Есть, есть такое. И травки. И мне что-то это очень недорого звучит. Твоя бровь. А, да, да, да. Оля вычислила, что как... Ну, это несложно, но да, это хорошо подметила. Что мне не нравится, то у меня это... Играю бровями. Ну, блин, мне не нравится. Это вот какие-то зефирки и травки. Типа, должно быть это все миленько и симпатичненько, но для меня плоско, как-то неинтересно. Блин, мне Марина что-то такое прислала, но вряд ли на второй раз. Амурут, вот есть какой-то. Вайт Хинеке, но он мне понравился. Но чуть-чуть похоже. Но... Не, ну есть какой-то, есть как-будто же уут есть. Уут? Серьезно, а я... Ну, либо шафрана. Я не до смол, не до уда не добираюсь. Не-не-не, есть что-то такое. Ну, очень свежий на самом деле. Думаешь, что это ниша, да? Черт его знает. Думаю, что это ниша, потому что это посылка от Марины. В смысле, у Марины может быть не только ниша, но думаю, что это ниша... Блин, а с другой стороны, сейчас меня относят вот к тем ароматам, которые, в общем-то, мне более-менее понравились. Это и Вайт Хинеке, и еще это Шесо Номенклатур. Они. Ну, это не они, но чуть-чуть вот в то направление. Я уже боюсь, я понимаю, что у меня уже каждая слепая за тест, мне какой-нибудь аромат нужно назвать неофужером, вот, который типа это. И потом уже оказывается, что меня какой-то несет, что там вообще ни лимонов, ни фужеров, ничего. Ну, мне вот кажется, что это все то же самое. Ну, это какой-то довольно блёхлый представитель. Короче, такая какая-то цитрусовая пудра сладкая. Да, блин, вот у меня, видишь, древесность какая-то и ут. Тебе нравится? Мне, да. Причем, знаешь, мне что такое ощущение, как будто это какой-то от Ильи Колонии. Может быть, кстати. Что-то такое, вот, как ваза такая, немного облегченная, чем-то таким кисленьким. Ну, типа цветов. Ну, такой шершавенький. Ну, кстати, вот чуть-чуть сейчас он успокаивается, и вот эта конфетность немножко больше уходит в пудровость такую цитрусовую. Это мне начинает нравиться. Ну, как, не то, чтобы он мне нравится, но это не так противно, как и категорично, как было вначале. Так, знакомые не могу. Знакомые, да. Очень знакомые. Ну, унисекс, я думаю, да? Да. Но думаю, что скорее женщина такой носит. Скорее девушка. Нет? Ну, точно, унисекс 50 на 50. Я прям спокойно тебе могу представить. Да, я на себе почти все тоже могу представить. Ну, как желательно. Меня как-то не впечатляет. Тебе интересно что-нибудь еще? У меня была идея, знаешь, у меня была идея придумать, куда можно надеть любой из этих ароматов на Новый год. А, окей, прикол. Ой, люблю инициативу, оля. Я не знаю, куда я бы мог предположить, кто бы мог надеть. Да я подумаю. А, ничего-то не могу. Кстати, вот когда я представляю, кто бы мог надеть, почему-то парня, скорее, представляю. Такой какой-то, знаете, богемно-творческий, такой няшный, такой в какой-нибудь косн одетый или в какие-нибудь, вот, я не знаю, корейских дизайнеров, в такое все немножко пастельных тонов, такое немножко безразмерное. И такой, вроде бы, все такое няшно-приятное, но за пазухой может быть камень. Интересно. А твой какой образ? Не знаю, мне кажется, я бы такое няшку там наделала. Какой-нибудь, там, не знаю, Эрмитаж или Третьяковскую. Серьезно? Да, но он такой возгушенный какой-то. Ну, он довольно интеллигентный, довольно аккуратный. Сначала мне показалось, что там прям проститутский этот цитрус, но он чуть-чуть сглаживается. Ну, давай смотреть уже. Сейчас окажется, что мы знаем этот аромат. Нет, это Жакью Золоти. Тебе, кстати, нравится этот бренд, мне не нравится. Северо. Кока-кола, ром, лайм, даванна. Черный перец, береза, ваниль, белый мускус, амбра. Ну, вот. Сразу какая-то такая кока-кола полезла, правда, можно угадать, но я так не предположил бы. Чуть-чуть есть. Перчик. Черный. А вот я перца не чувствую. Ну, окей, окей, ну, может быть, я зря был такой категоричный, но как-то не впечатлил он меня. Смотрим дальше. Мне пока, знаешь, я тебе чуть-чуть поделюсь, не знаю, насколько это будет интересно зрителям, но пока из этой подборки меня очень впечатлил Хабонита Малинар Эе де колонь. Я тебе потом дам такой шлемарчик. Хороший. Вообще. Так, и у нас восьмой аромат. О! О, вот это ядовитые цветочки. Это ландыш. Угу. Серебристый. Фига, красиво. Чуть-чуть какой-то фруктик есть. Ядовитый, насыщенный ландыш. Очень похоже на натуралистичный ландыш. Вот когда в лесу наберешь букетик, ну, нельзя, конечно, но я набираю. И вот он на всю дачную комнату пахнет. Ммм. Блин, мне сложно таким носить, но красиво. Яблочко. Фрукты прям чувствуешь. Для меня, знаешь, он как бы с одной стороны очень зеленый, очень ядовитый, но при этом какая-то сливочность немножко есть. Вот он такой обволакивающий немножко. Ну, хороший. Но ядовитый, ну, как и любой ландыш. Ммм. Давай по сегменту подумаем. Мне почему-то кажется, что это бюджет. Ты думаешь, что это какой-нибудь бракар, ландыш? Что-то типа того. Хотя нет бракара вряд ли. Мне кажется, вот погрубее. А мне почему-то кажется, что это люкс может быть какой-нибудь. Или даже и ниша может быть. А какие есть ландыши в люксе, кроме Diorissima? Ну, вот Diora. Но здесь не хватает какой-то вот базы такой люксовой, да, такой старой. Здесь лишено вот какого-то такого общного люксового звучания. Блин, ну, короче так, если это вдруг бюджет, Марин, то это вообще прям супер ландыш, очень классный. Слушай, а это не лдошный ландыш? Нет. Не есайду? Слишком чисто дейду. А ты знаешь его? Угу. А, мне кажется, кстати, похоже. Он и замыливается похоже. Ну, я согласен. Чуть-чуть, чуть-чуть, как будто бы он более насыщенный, чем лдошный. Ну, замыливается ей. Похоже. Похоже на лдошный я сойду. Или второй. Один я не глотаю, а второй, окей, я это делаю. Похож. Есть такое. Ну, че, пока давай я... А куда надеть? Сделаю... А, точно. Куда надеть? В баню. Ну, ты... Нет, я, кстати, это очень могу представить в новогоднюю ночь на девушке или на женщине даже скорее. Да. Кстати, я очень легко на Марине могу представить его. Ей нет. Нет? Нет. У меня Марина ассоциируется с почули-пакем от LM Parfum. О. Не, я могу почему-то. Такой парфманьячный он для меня. Да. Угу. Ну, блин, слушай, у меня на самом деле есть несколько цветов, которые я не могу разделить на бюджет, люкс или нишу, потому что они все для меня по определению звучат немножко нишево. Это для меня сирень, вот я в восьмом чувствую лужу сел, и ландыш. Это, в принципе, для меня очень такой нишевый цветок, такой эстетский, сложный. А таз какой сложный. Очень сложный. Я хочу уже посмотреть. Да, наверное, это немножко. Подожди, а у тебя-то ты сказал про твой образ? Баня? Ну, я имею в виду ассоциироваться с такой чистотой какой-то вот, которую хочется, наверное, продлить. То есть это ну, опять же, 31 декабря, мыло, мыло, новая заря, которое Женя взял в баню. Ландыш серебристый, новая заря, новая заря. Блин, как круто. Ну, круто же. Марина не написала старая это версия или новая. Давайте охвалить буду. Здесь есть груша. Яблока нету, но есть груша. Бергамот, персик, ландыш, жасмин, жимолость, дубовый мох, слива, сандал. Блин, мне очень понравилось. Я не знаю, ты знаешь, какая-то байка про новую зарю все повторяешь, типа, от выпуска к выпуску дико все отличается. Ты как думаешь, это правда? Мне иногда кажется, что это утка какая-то пущенная. Честно, я очень плохо знакома именно с вариациями, но большая часть людей восхищается все-таки старыми такими выпусками и говорят, что новая заряда младца. Я вообще их уважаю. Я тоже уважаю. Слушай, а тебе не кажется, вот я иногда думаю, я сейчас смотрите, друзья, я не кидаю камень в ваш разговор, в ваш огород, я размышляю, но тебе не кажется иногда, что вот эта вообще, вот эта история, типа, что старый выпуск по определению лучше, чем новый, такой немножко, ну такая вот про то, что вода была мокрее, а воздух чище. Я имею в виду сами композиции, которые были созданы. А, да, да, да. То, что сейчас... Не, ну то, что сейчас это, шанси, это понятное говно на полке. Не, ну я про то, что я что-то как с каким-то скепсисом отношусь, поэтому мне все равно нравится, как, допустим, вот мне очень понравилось, Вадим мне сказал, типа, если вы хотите брать пятерку, как он рекламирует всегда, лё, вот это. Берите свежую. Берите самую свежую, она самая лучшая. Блин, мне так прикольно это. Или там, Туберос Криминель. Блин, мне свежий выпуск намного больше нравится, чем старый. Ну, я тебе хотела две версии принести. Ну, успеем еще. Да, да. Вот. Ну, почему-то вот мне хочется идти против этого мейнстримного мнения, что все старое непременно лучше. Там, конечно, есть некий аргумент в пользу того, что запрещают часть компонентов. Да. Нет, тут я не уведу, наверное, руки, нос, которые создали вообще те... Ну, к сожалению, к сожалению, сейчас Новая Заря делает вот эти копии ненужные абсолютно. Это уныло, я согласен. Мне кажется, это всем подвластно. О! О, что-то такое. Валерьянка прям. Что? Валерьянка. А мне кажется, это кожа такая. Кожа или ут? Мне кажется, это такая кожа грубая. Грубая. Мне кажется, так могут пахнуть, вот у меня нету, Мартинса. То есть, недешевая обувь из такой грубоватой кожи. Или даже магазин, где стоит какой-то диффузор, который продает обувь, кожаные куртки. И вот, ну, то есть, это не просто пахнет именно, ну, как бы, как называется место, где выделывают кожу? Дубильня. Я не знаю, Дубильный цех. что-то ремесло. Вот каким-то таким. Я думаю, что жасмин здесь есть. Я не чувствую. Ну, это, короче, какая-то вот старая такая школа. Мне кажется, это старый какой-то женский люкс или ниша, которая обыгрывает вот старый женский люкс, где, не знаю, у тебя бывает такое или нет, где непонятно немножко, жасмин переходит в кожу или кожа переходит в жасмин. Вот как-то вот у них есть какая-то общая грань такая. А это не диорская кожа? Какая? Ой, какая-то там русская или какая-то диорская. Шанелевская. У диора, по-моему, тоже есть. Тоже? Не знаю, я просто не знаю. Я вообще с диором. У Шанели есть русская кожа, да. Не, она погрубее. А может, у Шанели, кстати, что-то есть такая. Кстати, может быть немножко. Может быть, Оль. Я ее пробовал, но очень давно. Почему-то, мне кажется, она более густая. Я сразу вспоминаю, у Марины был пост про Шаляпина. И там как раз-таки про Шанелевскую кожу. Вот это. Как там, Куир де Руси. Да, да, да. То есть мы знаем, что у Марины он есть. Это облегчает. Может быть, может быть. Ты как? Ты бы такое носила? Конечно. Но для этого нужно настроение все-таки. Я пока не могу понять. Я могу оценить его красоту, но вот если играть в твою игру, я не очень могу понять, ну, как бы вот, что должно со мной случиться, чтобы я его надел. Под какую одежду, на какое мероприятие, да? А в театр, например? На поле. Теоретически красиво, но рука бы не потянулась. А у меня бы потянулась. Да? Ну, ты любишь вот такое. У нас мы с Олей дружим, да, и Оля скорее уходит в такие вот помоечные, какашечные, вот такие какие-то сложные истории, а мне наоборот сейчас тянет к персику, понимаешь, комфордовскому. мне это пройдет. Мне тоже, кстати, я когда болела, меня потянуло на какие-то фрукты, цветочные шипры или даже на какую-то гурманику. Почему-то вот вижу такое вот спина прямая, я не умею так держать спину, и белую рубашку. Ну, блин, это как бы красиво старую школу. я не знаю, я мне кажется, все, что мог сказал. Тебе есть что добавить? Нет. Давай смотреть. О, у тебя же есть он, а Африка... Не, ладно. Подожди, что это за слово? Африка? Это слон, африканский слон. Ага. Я знаю, что он есть у Марины. Здесь мира, серая амбара, альбанум, лабданум, касториум, цибетин, кожа. Точно. Мускус. Это который, типа, ах, какое говнишко, да? Ну, мне, кстати, говнишко, тут нет. Но ты сказала про Уус, кстати, прикольно. Это старый выпуск. Нет, это новый. Это новый выпуск. Ну, ничего прям такого радикального нету, пахнет такой вот... Ты правильно сказала про Кер Де Руси, вот куда-то в ту сторону. Очень симпатичный. Я даже какое-то время его очень хотел, смотрела там на рандеву. Ну, у тебя есть от Леванта? Да. Я сегодня, кстати, на него смотрела, и хотела его сегодня надеть. Вот, жалко, не угадала. Да, к сожалению. Но цвет, да, такой. Ну, что, Оль, спасибо тебе за компанию. Тебе спасибо. Всегда очень рада приходить к Сашему гостям. Я рад гостям и тебе, лично. Слушай, я желаю, ну, чтобы как-то остаток года рабочий беспроблемно закончился, и чтобы ты как-то вошла в праздники павой. И, друзья? Я хотела бы сказать тебе и вам мечтайте. Совсем недавно как-то вот читала какую-то такую цитату, что человек познаётся в мечте. То есть, как-то пока он мечтает, он живёт. И пусть ваши мечты сбываются, твои пусть мечты сбываются. Как только они сбываются, появляются новые, потому что в этом, мне кажется, жизнь. Да, кстати, я согласен. Спасибо. Давай выпьем, во-первых, за это. Я чуть добавлю. Я очень согласен с тобой, что очень важно мечтать. Мне кажется, что вот эта витальность, про которую я так люблю, она определяется через мечтания. Мечты бывают вредными и токсичными. Это когда, условно, я сижу в однушке на профсоюзной и думаю, а вот бы мне через годик пентхаус в Майами. Ну, как бы, ну, блин, ну, как бы, ты будешь всегда в обломе, да, потому что, ну, как бы, слишком большой, ну, разброс, да. То есть, вот, мне кажется, мечта, она всегда должна быть чуть-чуть реальна, но чуть-чуть на шаг выше планируемого. Понимаешь? Да. То есть, допустим, пентхаус на Ленинском проспекте. И не через год, а через три. Да? Так выпьем за это. Переходим к следующему гостю. Оля, пока-пока. Пока. Ну что, у нас четвертый по счету гость. Это всем вам знакомый Алкомен Сармат. Сармат, привет. Привет. У тебя не очень новогоднее настроение, по-моему, да? Я не проснулся еще. Ну вот, будем пробуждаться с помощью игристого. Я специально для тебя купил самую дорогую бутылку. Всех остальных поел недорогим, а тебя за 850 рублей. Это, знаешь ли, уже бюджет серьезное. Давай откроем. на самом деле, кроме шуток, если это у нас... Видно, что канал развивается в 850 рублей. Донаты приходят, ну, надо еще. Это Амфитрион у нас, Долина Левкадия. Я, на самом деле, очень люблю эту линейку. Ну, серьезно, на самом деле, хватит выключать свой снобизм. Я хочу тебя с ним познакомить, потому что линейка хорошая. Она мало где продается, но если вы увидите, покупайте. У них очень классный Савиньон Блан, по-моему, тихое вино. Типа, стоит 500-600 рублей. В Симпле тоже стоит, но в Симпле он дороже стоит. А это их игристое. Оно вообще мало где есть, но если поискать, то можно. Все, как я люблю. Сухое, пустое, игристое. Сухое, пустое. Ой. Опа, элегантно? Элегантно. Как тебя разбудить? Знаешь что? Во-первых, нам нужно чокнуться с тобой. Мне, на самом деле, уже игристое не лезет. Я четвертый день подряд снимаю All Stars. Ну что, ну надо, ради искусства, ради канала. Давай, с наступающим. Знаешь, что я тебя хотел расспросить? Да. Ведь ты до своего детства и подросткового возраста жил в Осетии. Ну. Я не думаю, что прям супер кардинально как-то по-другому там справляют Новый год. Но наверняка есть какие-то фишки. Вот можешь сказать, ну допустим, типичный стол новогоднего во Владикавказе. Что стоит на нем? Ну все очень просто. Всегда осетинские пироги. На Новый год тоже даже? Всегда. Это же не праздничное. Вы же каждый день их едите. Слушай, но осетинские пироги это такое и повседневное блюдо, и блюдо, которое должно быть на столе в любом случае. Ну то есть, это три пирога. Вместо хлеба? Ну, это вот целая там история есть. Типа, три пирога означает на праздник. Два пирога на поминке или на поминке. На поминке, ого. На поминке, да. Типа, три пирога это земля, солнце и вода, по-моему, а два пирога это только лишь типа вверх, ну то есть без земли, потому что в земле тебя уже нет. Ну давай, про похороны мы поговорим с тобой в другой раз и поминки, а на новогодние. И какие это три пирога? Любые. Ну, все зависит от того, что... Я с сарматом общаюсь и уже начал выучивать их. Сахараджин это с... Свекольными свекольными этом. Картовчин это с картошкой. Картошкой. А мясной как называется? Футчин. Футчин, точно. Футчин это я после того, как набрал пару килограмм. Слушай, у меня мама не любит печь пироги. Она никогда их не пекла, у меня этим занималась моя бабушка. Вика, я тебя уже даже через видео призываю начать делать пироги. что это такое? Ну, мы ждем пироги все. Она скажет, что у нее печка не подходит для пирогов. Вика, ну, это безобразие. Надо что-то придумывать. Хочу пироги. Ну, поставь, купи ей печку. Хорошо, договорились. А еще что-то? Что? На стол? На стол, да. Слушай, ну, вот как-то вот такого прям вот суперотличающегося стола вот я не припомню. Наверное, винегрет. Не знаю, почему у нас всегда винегрет на столе бывает. Ну, в общем, какой-то специфики нет. Хотя у меня, кстати, на Новый год винегрет никогда не стоял на столе, потому что это какой-то непраздничный салат. Ну, видимо, у меня бедное детство было в сравнении с твоим. А, подожди, а салат, ты меня познакомил с салатом, который я раньше никогда не пробовал. Манон. Это как селедка под шубой, только без селедки. На самом деле, очень прикольно, очень вкусно. Это праздничный салат для тебя? Ну, да, да, да. Я обожаю Манон. Манон для меня, селедку под шубой я первый раз попробовал в Москве. Я никогда в жизни до этого не пробовал. Для меня это было что-то совершенно несочетаемое. Рыба и вот это вот Манон. Саша это называет шубой. А селедка под шубой, кстати, тоже оказалась вкусной. Ну, ты вообще не любишь такие экстремальные сочетания. Я знаю, что сармат, допустим, не ест окрошку. А терпеть не могу. А я считаю, блин, я в этом году ни разу, ни разу летом не поел окрошки хорошие. Ну что это за салат, который испортили квасу? Да ну, это вот сармат хайпует. Самое вкусное на хорошем квасе, хорошая окрошечка. Испорченный салат. Я помню, я помню, как-то я жил полтора года в Воронеже и я пришел в гости к своей подруге, она там режет, короче, салат. И какая-то копченая курочка, по-моему, и какое-то мясо обычное там вареное, там огурчик, редиска. Думаю, ни хрена себе, вот этот салат какой-то будет вкусно. И она там целый тазик нарезала вот это во все и думаю, ща как поем, ща как будет вкусно. А она берет вот такую бутылку раз, храк наливает туда, думает, что ты делаешь, остановись. Ну, в итоге я не поел ни салат, ни салата. Не, я не попробовал. Ну, перекрытие. А я тебе так и не застыл попробовать? Ну, это все ужасно. Надо в Живаго пойти поесть окрошку. Ну, отведешь меня в Живаго, можно попробовать. Давай за то, чтобы в следующем году у нас было денег раз в неделю ходить в Живаго, а то и куда получше. А чтобы денег было больше, нужно делать донаты и подписаться на Бусти. И брызгать по чульке. Сарман брызгает. Да, кстати, я весь паспорт забрызгал по чулями разными. Что-то мне сегодня этот амфитрион меньше нравится. Даже вот кокур вчерашний за 500 рублей мне нравился больше. А я тебе сейчас скажу. А знаешь, почему? Я чувствую здесь дрожжи. Вот эти шампанские дрожжи, которые ты любишь. А я тебе сейчас скажу. приложение, которое показывает пить или не пить. Это все завязано на лунных циклах, на вот это вот все. Вот, видишь, что написано? Но! Но! Есть тут градация. Корень, корешок. Я вам покажу, как это выглядит. Не знаю, там видно, фокус, не фокус, расфокус. Короче, пить сейчас не очень хорошая идея. Может быть, чуть попозже будет... Нет, весь день сегодня плохая идея. Что за программа такая вражеская? Весь день не пить. В смысле? Ну, это все очень правильно. Надо смотреть, когда можно пить, а когда нет. Это же тоже завязано на лунных циклах. Не знаю. Что еще? Ну, расскажи что-нибудь про Новый год еще. Вот что? Вот с чем у тебя? Значит, для тебя Новый год важный праздник? Мне почему-то кажется, что как-то вот мы с тобой стали общаться, и он для тебя стал более ярким какой-то. Мне почему-то кажется, что ты как-то спокойнее относился раньше к Новому году, нет? Ну, спокойнее, может быть. Наверное, да. Такой ты интересный собеседник. Ну, сегодня я не очень интересный. Я просто пытаюсь понять, суперинтересно было для меня. Когда был маленьким, тогда я любил Новый год. Когда чуть повзрослел, то как-то вот этот вот весь трепет от новогодней суеты он немножко подугас и стало как-то не так уж и весело. А сейчас наоборот. Да, ну, мне кажется, вот мы с тобой говорили об этом на видео когда годовщину снимали канал, да? Блин, просто в каком-то момент нужно поддерживать это все. Вот я тоже, на самом деле, я, знаешь, я переживал прям кризис какой-то у меня в детстве. И на самом деле не только в детстве, наверное, лет до 23-4. Это был просто вот праздник, я с сентября начинал его ждать. А потом прям как отрезало. Именно так грустно было от того, что как бы вот меня лишили важного какого-то праздника. Он перестал меня так радовать. Но последние пару лет я делаю некое усилие. Я понимаю, что, ну, как бы, да, уже Дед Мороз сам не приходит и не захватывает тебя. Ну, до 23-х, понятно, я верил Деду Морозу, да? Лоль. А сейчас надо уже немножко прилагать некие усилия. Нужно радовать себя покупкой подарков, планированием всяким. Там, ну, понимаешь, да? Наверное, я расстроился, когда мне в девятом классе не подарили сладкий подарок в школе. В школе? А почему тебя отделили? Ну, всем уже не дарили в девятом классе, по-моему. И это было такое, типа, о-о-о-о. Подарили тебе в этом году сладкий подарок? Ну, только очень вкусный и дорогой. А какой дорогой? Я не знаю, там всегда идут вот эти хорошие конфеты, мишки на севере. Не, хотя бывают вот эти всякие раковые с каким-то ирийскими. Я люблю вкусные русские конфеты. Мишка на севере, три медведя. Это что такое? Это такая там внутри суфлешка, политая молочным шоколадом. Халва. Халва в шоколаде. Ненавижу халву вообще. Обожаю, сто лет не ел. А батончики рот фронт? Надоели. Это такие, немножко бедный вариант, но он вкусный. У меня бабушка их любила. У нее зубов просто не было, она вот так вот рассласала. А еще бывает, знаешь, суфлешка такая ананасовая, такая вот, такие плоские. Это что-то прям ужасное совсем. У нас с сарматом главное было разногласие, когда я как-то предложил купить торт полена. И вы увидели выражение это сармат. А я люблю вот этот такой крем масляный. Да, вкусно, с кофе. Объясняю, что такое торт полена. Вспомните свой... Потому что зрители знают, что такое торт полена. Вспомните рынок на каком-нибудь там теплоостане. Да, ну что-то типа того. Стоят такие бобины, которые продают тортики. И на них такие масляные розочки. Вот это вот все выглядит, ты посмотришь, тебе уже жирно становится. это для крепких печеней. Я, к сожалению, уже не такой. Ой, ну ладно, давай, собственно, перейдем к тому, ради чем мы собрались. Хотя это сложно, как может быть, мы наоборот для новогоднего обсуждения собрались. Но у нас десятый аромат. Ой, а мне нравится, приятный. Но я тоже не проснулся, поэтому с тобой будем больше шутить, очевидно, чем угадывать что-нибудь сегодня. Ну давай. Слушай, знаешь, для меня странно. Он, с одной стороны, для меня дымно-ком-де-гарсоновый. Он мне напоминает ком-де-гарсон двоечку мою. Нет. Да? А с другой стороны здесь очень много какой-то свежести, я не пойму. Вот прям, ты знаешь? Или цветочный такой. А он, я не пойму, он как-то трансформируется во что-то. Я бы сказал, что это, знаешь, ветер над поляной летает и шевелит травкой. Вот я бы так описал. Деревяшек много, кстати. Да, ну банька, 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 но какая-то свежая банька. Блин, да вкусно. Не то чтобы супероригинально, но очень вкусно. Я думаю, ладан, наверное, здесь есть. Вот, ну есть вот то, что, знаешь, во-первых, банька реально пахнет, деревяшкой, такой влажной деревяшкой. Ну что за свежесть такая? Может, это какие-то травки, типа шалфея, или чувствуешь, вот прям свежее что-то есть. Вообще, короче, очень приятно, прям. То ли шалфей, то ли базилик. Кстати, даже может быть, но вряд ли. Я вот поднес блоттер, прямо убирать не хочется, настолько уютно и комфортно. Ты бы носил так вот? Прямо мне кажется, это, знаешь, на каждый день. Да, это не супероригинальный какой-то профиль, но круто. Мне нравится. Слушай, да, абсолютно неоригинально, но звучит очень-очень вкусно. это ниша? Ниша. Да, конечно, это ниша. Но это не очень дорогая, кстати. Почему? Ну, я думаю, что это вот, типа, комната гарсон, может быть, чуть дороже. А это, может быть, кстати, комната гарсон. Похоже. очень по профилю похоже на комната гарсон. Смотрим? Или что еще подумаешь? Блин, ну вкусно он так. Вкусно, мне тоже нравится. Итак. Такой зелененько-свеженький, деревянный. Да. И... Так, это Утмент Кортье. А, Утмята. Прикольно. Мне, буквально, вчера мы снимали видео с Олей, она мне принесла его от Леванта. Да. в двойном экземпляре, но это не значит, что я его отдам тебе. Ут, Ут, Мят, Амбар. Блин, очень классный. Ну, кстати, дорогая линейка Кортье. Матильда Лоран. Это типа ниша считается? Бутиковая линейка. Люкс, бутиковая линейка. А сколько стоит? Слушай, мне кажется, он еще какой-то снятый, но, короче, очень дорого. У тебя стопа нету, да. Ну, значит, надо отдать мне пробничек. Давай сюда. Десятый? Да. Ну, давай мы потом это обсудим. Ты знаешь, мне кажется, уже вот эта дележка пробников не актуальна уже. Давай не будем. Это уже куда-то ушло в народ, мы должны опережать и уже не делить и все оставлять у меня. Куда тебе столько? У тебя пару флаконов от меня появилось за последнее время. Ну, появилось. Ну, и куда еще пробники? что, у меня на каждый день разное настроение. Ну, ладно. Я вот жду, когда ты Яна Орлова оттестируешь, я все заберу оттуда. Фролова. Какая разница, Фролов, Ян Фролов. Вот это мне не нравится. Вот это давай я тебе отдам. А что за мед? Какой-то солодкой пахнет, какими-то дрожжами. Что-то так темнеет, мне кажется, мы это как тумба-юмба с тобой будем в конце сидеть уже в темноте, синяяя. Как птичка. А я поэтому засыпаю. Слушай, вот что-то странное он такое. Очень странное. Какое-то сусло какое-то. Он и сладкий. Я думаю, что, блин, кстати, это лаванда может быть такая. Вот я не пойму. Мне не нравится. Какая-то горькая, какая-то, знаешь, сладкая горечь. В подвале навалили какой-то травы разной и оставили то ли сушить, то ли тухнуть. Вот мёд там точно больший. Медовая какая-то нотка есть, потому что среди этой травы были медоносы. Как тебе амфитрион? Типа, если дешевле пяти тысяч, то ты не пьёшь, да? Если приложение показывает нет, то и нет мой ответ. Всё. Мне не нравится. Да, конечно, не нравится приложение. Говорит, что нет. Это не про это, я про парфюм уже. Ааа. Слушай, а мне наоборот, как будто бы... Ну, ты забирай его, а мальтили дулара оставь мне. Зачем тебе два? Ну, я уточню, а вдруг Оля, может, я что-то перепутал? Или, может, там мало? А ты что-то юлишь. Юли, ты знаешь, кто? Я знаю. Слушай. Даже не знаю, но это ниже, наверное, вряд ли. Вафельками пахнет ещё какими-то. Вафельками. Какими вафельками? Слушай, мне нравится. Ну, вот ты забирай его, а мотиву оставь мне. Да я заберу и это тоже, и мотиву тоже. Ну, Сар, ну как так можно всё вести? Сар, вообще, новогодний Олд Старс не предполагает делёжку. Это ты всё приносишь, что-то тоже и так. Новогодний Олд Старс предполагает подарочки новогодние. Ты принёс мне подарочки? Где мои подарочки? Да, есть подарочек. Я звезда приглашённая. Знаешь, как бы хочется материальных подарочков ещё. Ну, ладно, буду под ёлкой ждать. Ну, давай смотреть, у тебя есть ещё идейки, какие-нибудь принёс? Нет, нет, нет. Ну, тебе понравился, да? Мне понравился. Ну, давай, давай. Блин, но у меня уже третий раз на слепых затестах, я каждый раз его засираю. Ольга любит тоже этот аромат, как будто Ольга делала подборку. Это Blanche Immortal, Белый Бессмертник, Ателье Колонь, да, Мимоза, Мандарин, Бергамот, Бессмертник, Жасмин Розы, Сандал, Ветивер, Пачуля. Ну, друзья, вот вы свидетели, третий раз у него он попадается, не могу его выучить, и он мне не нравится, неприятный. Ну, во-первых, у него такой аромат, мне кажется, он постоянно трансформируется куда-то, там, 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 есть у него такое хлебное, вот от хлебного кваса какие-то, то штучки такие вот остаются, когда, ну, в целом пахнет вкусно, вот Саша говорит, что он пахнет тоже у Джатсона, а мне нравится, как он пахнет. О, вот это я люблю. Это, короче, это старая школа, очень старая школа, это гальбану и кожа, кожа чувствую, вот это, изотил, бутил, хинилин, винилин, тибулин, хуйнин. Хуйнин, шейни ма хуйня. Так, ну давай, ну хватит мотивиться. Это и китайский язык, вообще-то. Знаешь, на что это похоже? На что? На бандит, Роберт Пеге. Я не пробовал его. Позорник. Я не парфюмерный эксперт. Да ладно, ты уже это всех обскакал. Да прям. Слушай, ну бандит. Какой бандит? Любимый аромат Майи Плесецкой. Правда? Да. От кого? Роберт Пеге. А красиво флакон выглядит. Да, ну еще хрен купишь, мне надо, кстати. А Майя Плесецкая еще жива? Если ты не купил мне, нет, Майя уже, Майочка уже не жива, но если ты не купил мне новогодний подарок, то ты можешь вот поискать бандита, мне нравится он. Сколько он стоит? Ну, за 20, я думаю, найдешь. Пусть тебе Дед Мороз подарит такие подарочки. Фу. Ну, мне нравится, я такое люблю, я такое редко ношу, но это круто, это красиво, это зелень, это кожа. Ну, смотри, еще в эту сторону нудифлорум, еще это роза кожа Майя, но это, я думаю, не она, подожди, да я поэто блесно своими познаниями. Ну, вот ты меня сбил, я еще что-то хотел назвать. Вот ты там что-то какие-то глупости перечисляешь, а мне отчетливо пахнет мылом, пахнет мылом и мыльными пузырями. У тебя вся старая школа пахнет мылом. Ну, или хозяйственным мылом таким, причем приятным очень мылом, это я не говорю о том, что если мыло, то это что-то неприятное и плохое, я наоборот очень люблю запах чистого мыла, и... Помнил, четвертый аромат, который я хотел сказать, синтетик джангл, но это не он, вот из всего, что я перечислял... Не похоже на синтетик джангл. Давай не будем. Он же ты мне его отдавал вообще-то. Ну, ничего, а ты его не носишь. Верни мне обратно. Давай не. Я его сносил. Короче, я думаю, что это Бандит или Нуди Флорум. Очень мне нравится, очень круто. Ты бы такой носил? Да. Ну, не будешь. Я его оставлю себе. Вот тебе не стыдно так. Ну, почему-то не стыдно. Вот знаешь, я иногда думаю, вроде бы должно быть стыдно. Так прислушивать, прислушивать так, стыдно или нет. Нет. О! Пегель. Да, это Роберт Пеге Банди Супрем. Это новая версия, обновленная его. Ну, я считаю, все равно я умница. Ты лучший. Ты лучший. Ты тоже лучший. Спасибо тебе большое, что приходишь в гости. Планируешь звать тебя постоянно, эксплуатировать тебя. Я, правда, сегодня не в таком восторженном духе, потому что я как будто бы просто погода отвратительная. Какая погода? Отличная. Снежок идет. Там нет снега. Там нет снега, ты еще закрыл штору, и я как птичка засыпаю. Нужно было раньше открывать. Ну что, ладно, с наступающим тебе Новым Годом. Спасибо, что пришел. Даже когда ты говнешка, с удовольствием тебя приглашаю на свой канал и вообще люблю. Спасибо. Тогда переходим к следующему гостю. Прощайся. А кто следующий гость? Следующий гость буду я один. Сам у себя в гостях. А сам себе ты тоже бутылочку? А себе ты, наверное, бутылочку подороже возьмешь. Аск, конечно. Позор. У меня он пустым. Друзья, пятую часть сегодняшнего видео я записываю один. Была идея позвать кого-нибудь еще, но логистика, все болеют, кто-то разъехался. В общем, это сложно. Поэтому я решил, что завершающую часть All Stars мы с вами проведем в интимной атмосфере тет-а-тет. Может быть, и лучше будет так. Что-то в этом есть уютное. С вашего позволения я решил не открывать новую бутылку. Я сегодня буду допивать амфитрион, потому что вчера у нас с арматом не пошло. Мы ее не выпили. Вот. Поэтому, ну, честно говоря, каждый день открывать новую бутылку пока не хочется. Хочется поберечь силы. Очевидно, что Новый год впереди и там наверняка будут какие-то алкогольные возлияния. А пока еще, что называется, трудовые будни. Вот. Поэтому все-таки за ваше здоровье я делаю глоточек. Почему-то не очень мне понравился этот амфитрион. В прошлый раз я был в восторге от него. В этот раз что-то очень кислит мне. Может быть, это не совсем мой стиль. Но в который раз убеждаюсь, что, в общем, из-за 400 рублей можно найти хорошее вино, а там за 1000 может оказаться не очень хорошее. Может быть, если бы мы говорили в категориях вин, ну, не знаю, там за 5-6 тысяч, то там бы цена определяла качество. Но и то не факт, что это всегда работает. Но здесь точно нет. Поэтому вот вообще первые вина, которые я вам рекомендовал, спокойно покупайте на стол. Они все хорошие. Я сегодня, повторюсь, один. Мы вкратце сейчас пробежимся по оставшимся трем ароматам от Марины. Как вам, кстати, подборка? Мне кажется, Марина вот как-то умеет соблюдать правильную драматургию, подмешивать нужное количество каких-то неожиданных ароматов, типа новой зари, да, и при этом это все не выглядит китчево. В общем, я доволен. Сейчас не знаю, насколько мне удастся что-то угадать. Про Новый год, ну, видите, как-то с разными гостями нам удалось обсудить разные аспекты. Иронию судьбы обсудили, новогодний стол обсудили, подарки обсудили. Что я могу сказать? Я в этом году решил выступить немножко в Новом Амплуа. Ну, разумеется, я не закрыл окно и там решили поездить в грузовики. Ну, ничего страшного. Так вот, я в этом году решил выступить в Новом Амплуа. Обычно я ездил в гости на Новый год. В этом году я решил собрать у себя очень разношерстную компанию. Там будут близкие люди, друзья, родственники, родители. Многие люди друг друга не знают. Я вообще не очень понимаю, как это все будет выглядеть. И, с одной стороны, хочется какого-то такого легкого непосредственного веселья. С другой стороны, хочется быть таким хлебосольным батькой, который всех собрал. Короче, буду искать какой-то баланс между контролем и расслабленностью, что все взрослые люди, все должны отвечать за себя. Короче, какой-то эксперимент. Очень жду. Но вот прям захотелось собрать у себя разных людей. Вообще, конечно, вот с годами появляется вот это ощущение, что, ну, наверное, нужно брать на себя вот эту некоторую функцию, объединять людей на какие-то праздники и организовывать тем самым веселье. Вообще, не понимаю, что получится, но что получится, то получится. Я вот думаю, какие из аспектов Нового года мы не обсудили? Ёлку. Я люблю натуральные ёлки, не люблю пластиковые ёлки. Две причины. Первая, чисто эстетически. Пластиковые ёлки, на мой взгляд, уродские. Они сразу, как бы, создают ощущение, какого-то торгового центра. Они не пахнут, ну, не знаю. Причём, я люблю натуральные ёлки, такие, вот знаете, вот самые обычные, которые сыпятся, потому что сейчас вот эти появились новые ели, они как-то так высыхают, ни одной иголочки не падает, и они как-то так пык, и какими-то такими восковыми мумиями стоят хоть до марта. Кстати, реально, иногда бывает, идёшь мимо помойки в марте, там бабах, ёлочка на помойке валяется. Вот. Что касается экологии, я знаю, что есть дискуссии, что есть люди, которые говорят, что лучше покупать искусственную ёлку и с года в год ставить её, а кто-то говорит, что на производство искусственной ёлки уходят такие мощности, столько пластмассы, столько там воды, столько электричества, что, в принципе, экологичнее покупать обычную ёлку. Ну, и тем более, послушайте, когда мы покупаем ёлку, мы же не покупаем ёлку, сорванную, там, я не знаю, из Тарпарёвского парка, да, это какие-то специальные рассадники ёлочные, они там выращиваются, соответственно, ну, чисто капиталистически мы срубили эти ёлки, продали, что на этом месте? Надо высадить новые ёлки, это же не из леса всё. Поэтому я, честно говоря, скорее за натуральные ёлки, я не вижу ничего плохого. Ну, а вот эти все экологические страдания, мне кажется, странными, но это страдания порядка, можно ли дарить розочки или тюльпаны. Ну, тоже, казалось бы, вот, ах, какой ужас мы сорвали, лучше бы росли. Но их же специально выращивают. Поэтому я вот к ёлке отношусь как к цветку большому, вот, поэтому я люблю натуральную, я, конечно, люблю, когда она сыпется, мне нравится запах от ёлки, мне нравятся эти все ритуалы с тем, чтобы поставить её ровно, потом, значит, её каким-то образом надо вынести из квартиры, всё в этой зелени, не знаю, что-то в этом есть. Вот у меня родители купили себе какую-то супер-лакшери, красивую ёлочку новогоднюю, пластиковую, очень красивая, но что-то не то. Вот, а у меня будет настоящая. Я, кстати, её поставлю на кухне, я только сейчас подумал, что, наверное, на время, пока у меня будет стоять ёлка, я же не смогу снимать видео. Хм, ну, надо будет что-то думать. Но, давайте уже переходить к ароматам. И у нас аромат номер 13, счастливое число, прозрачного цвета. По привычке тяну два блотера, но нет, два не нужно. Давайте один. Пахнет вкусно смолами. Я, кстати, сейчас буквально зажигал в квартире, вот, знаете, кадильные свечи. Обнаружил, что это очень прикольная фишка. Не ароматические палочки, которые пахнут такими индийскими какими-то павильонами, не просто свечи, да, а не диффузоры. А вот, вот так вот они выглядят, кадильные свечи, ты их зажигаешь, но она, единственное, иногда затухает, но она как бы тлеет. И пахнет действительно какой-то вот прям православной церковью. И вот этот аромат тоже меня отсылает к какой-то православной церкви, может быть, и католической. То есть, я чувствую здесь много смол и какую-то свежесть. Мне кажется, даже цитрусово. В принципе, в принципе, по структуре, по настроению, это похоже на мес доминуэ от Этро, но это не он. Но в целом, это что-то очень по настроению близкое к нему. Смола и цитруса. Даже не знаю, что еще сказать. Смола здесь очень аккуратная. В принципе, это может быть что угодно. Конечно, это может быть и Ладан такой аккуратный, Лабданум вряд ли, Мира вряд ли, Алибанум может быть. Ну, я думаю, что это такой аромат, знаете, и нашим, и вашим. Я с трудом представляю, кому он может не понравиться. Очень аккуратный, очень красивый. Я думаю, что, конечно, это ниша. Я чуть-чуть такого переел, как будто бы, ну, вот у меня меса есть, эскапад де бизан есть, еще миллион смолистых ароматов есть, как будто бы, ну, куда мне 101. Но, я бы это назвал такой смолистой нишей для начинающих. Я не представляю человеку, которому он не понравился, потому что смола, мне кажется, это такой креугольный камень, который нас всех объединяет. Всем нравится запах смол. Ну, или почти всем. Так, и смотрим, что это? О, неожиданно, это Кокорико Жан-Поль Готье. То есть, это, во-первых, люкс. Блин, как будто я что-то другое нюхал. Лист инжиры, какао, почули, ветиверы, кедр. Оливье Кресп делал и не очень читаемо по Марининому почерку Анжик Минарко, Минардо, не знаю, кто это. Слушайте, ну, мимо абсолютно. Кокорико, я помню, такой кичевый у него флакон. Ну, вообще, не пахнет люксом, пахнет нишей. Давайте, на всякий случай, брызну еще раз. 13, 13, да. Не знаю, не слышу я никакого здесь инжира. Какао, в общем, тоже не слышу. Слушайте, останусь на своем. Это какой-то братец, месса, здесь смола, здесь цитрус, цитрусовая корка. Очень приятно. Я не знаю, снятость ли это. Если это не снятость, если он стоит нормальных, люксовых денег, то обратите на него внимание. Ну, единственное, вот, не знаю, может быть, у меня какие-то проблемы с восприятием. Ну, вы слышали, как я его описывал. Честно говоря, совсем это у меня не ассоциируется с гатешным люксом. Ну, да ладно, 14-ый. Такой цвет у нас темно, такой какой-то амбровый, коньячный. Почему-то мне кажется, что это будут какие-нибудь туберозные цветы из 80-х. Но это такое первое предположение. Давайте нюхать. Вот опять, смотрите, я опять взял две бумажки, потому что, как бы, по привычке рядом как будто бы должен кто-то сидеть. А вот здесь вот, а вот здесь вот, я, кстати, слышу инжир. Да, мякоть инжира. Она такая, очень аккуратно сделанная. Я чувствую, какую-то свежесть здесь, может быть, фужерную немножко. Но вот это, кстати, может быть и люкс. Это может быть и люкс, но это красиво. Как вам мой новый пиджак? Купил в секонд-хенде. Это не кожа, кожа зам, к сожалению. Ну вот такой. Мы были, мы заходили в компании туда, и меня все отговаривали. Говорили, ну что это? Ну 90-е. Ну, друзья мои, а баленсиаго, это не 90-е? Все 90-е. Ну, я не кто-то еще, конечно, модник, но что-то мне оно понравилось. Я решил, что по крайней мере на съемку я его могу надеть и потом, не знаю, пугать соседей. Может быть, даже буду его носить на улицу. Короче, остаюсь на своем. Фрукты, думаю, что скорее всего инжир. Свежо, люксово. Ну, в принципе, это может быть и ниша, но не какая-то замороченная. Это очень носибельно. Сладенько, красиво, как будто бы что-то, какие-то кокосовые нюансы я чувствую. Ну, блин, немножко необязательный он, но приятный. Блин, такой цвет у него интересный какой-то. Давайте посмотрим, что это. Видите, я решил по вершкам, но учитывая, что у нас видео и так, наверное, получилось часа на полтора, может быть, и к лучшему. Так, это Кортье, Маст де Кортье Голд. Мм, интересно, Гальбанум, зеленые листья, Османтус, Жасмин, Ваниль. Ну, видимо, то, что мне послышалось, как инжир, как вот эта сладость, это Османтус Ака Абрикоски. Вот, очень приятная, я знаю эту линейку, ну, в смысле, знаю, что она существует, довольно симпатично выглядят флакошки этого Маст. Ну, наверное, мне не надо, но приятно, приятно. Так, ну и что, у нас 15-й, завершающий аромат, давайте смотреть. Ну, давайте начнем с технических характеристик, это очень какая-то нежная штука. Я ее слышу, но она такая вот прям аккуратная, и наверняка будет очень аккуратно сидеть. Мне нравится, как он пахнет, но почему-то ужасно сложно его описать. Ну, давайте от обратного. это не смола, не кожа, не какие-то выраженные цветы, это, видимо, цитрусы, в сочетании с какой-то древесинкой, звучит для меня унисексово, очень нежно, очень как-то прозрачно это все. Знаете, вот хочется им палиться и пойти отдыхать на январский, залечь на дно, что-то в нем есть домашнее уютное. В принципе, это может быть люкс какой-то, но такой хитренький люкс, не какой-то супер попсовый хитовый. Наверное, я думаю, что все-таки маркирован он скорее как женский, или если это унисекс, то вот где-то между. Ну, то есть вот тяготеет к женскому. Очень приятно, я думаю, что здесь есть какая-то фужерность, может быть, немножко аптечная, но очень такая, знаете, аккуратненькая. Ну, в принципе, от чего, давайте его брызнем на руку. Может быть, с руки что-нибудь. Ставлю на люкс, мне кажется, это люкс. Сейчас пахнет какими-то грейпфрутовыми корками, какими-то цитрусовыми корками, и какими-то травками, ну, которые тоже используются в нетрадиционной какой-то медицине. Еще чуть-чуть, и можно было бы назвать его леденцовым, но за счет того, что здесь очень мало сладостей, она очень аккуратная, нет, это не леденцы. Ну, и что, ребята, давайте, знаете, завершение этого All Stars будет не такое яркое, блистательное, как его начало, но с другой стороны, может быть, в этом есть какая-то логика, знаете, как вот, ну, бывают симфонии, которые заканчиваются на какой-то высшей, вот, как там, когда весь оркестр кричит, там, тутти, или как это называется, да, на какой-то высшей ноте, а у нас такой вот, как бы, мы шутили-шутили-шутили, веселились, потом пришел сармат какой-то, немножко такой, сонный, и я вместе с ним, и я тоже заканчиваю на такой спокойной ноте, то есть структура такая, как вот, что это у нас, парабола, или что, госпит, что я несу, да ладно, давайте уже смотреть, так, это Джо Малон, ну, в принципе, Джо Малон, что, люкс и люкс, English Oak and Hazelnut, Hazelnut, лесной орех, кедр и дуб, прикольно, что мне уверенно, здесь чудились цитрусы, и какие-то травки, в принципе, они мне до сих пор чудятся, очень тихие, какой-то ароматы, очень такой, не очень внятный, но приятный, вот такая была эта подборка, вот такая была у нас подготовка к Новому году, я планирую это видео выпустить 28-29, я надеюсь, что вы будете его смотреть, и как-то уже работы будет минимум, вы уже будете готовиться там, ну, наверное, салаты еще рано нарезать, ну, всякие списочки можно составлять, можно закупаться уже чем-нибудь, можно уже продумывать, как будет украшен ваш новогодний стол, вообще, я всячески советую к Новому году относиться серьезно, ребят, ну, как серьезно, сделайте праздник, купите красивую какую-нибудь скатерть, позовите близких, напейтесь, без похмелья, может быть, жесткого, да, и чтобы не блевать, прости господи, но, вот, чтобы это было как-то, я не знаю, ярко, закупите всем подарки, если вдруг еще не закупили, мелочь какую-нибудь, а приятную, приготовьте что-нибудь необычное, купите хорошую бутылку алкоголя, вот, если вы не видели еще видео, где Сармат и Ира рассказывают про алкоголь, купите шампань, ну, понятно, что, ну, я думаю, что меня смотрят зрители с разным достатком, и, конечно, я не знаю вашу зарплату, но, я думаю, что довольно большое количество людей меня смотрит с хорошим достатком, ёлла-палла, купите шампань, те же за пять, какую-нибудь необычную, или пятна, да, чтобы вот под бой курантов, пустить в потолок пробку, и чтобы как-то все было красиво, мы живем не самые простые времена, и мне кажется, кому, если не нам самим, создавать вот какую-то красоту вокруг нас, друзья, я надеюсь, что вы справитесь с удовольствием, ярко, чтобы повеселитесь, чтобы получите классные подарки, и отдарите своих близких, тоже хорошими подарками, наверняка парфюмерными, а на январских я вам желаю лежать в своей кроватке, чтобы было уютно, жечь свечи, доедать салатики, оливье, неважно, с яблочком или без, все простительно, и продолжая легкое подпитие, чтобы это было весело, приятно и комфортно. Я очень рад, что весь этот год мы привели вместе, я надеюсь, что следующий год тоже проведем вместе, что мы постоянно будем с вами что-нибудь выдумывать, и все будет хорошо. Друзья, с наступающим Новым Годом, пью за вас. Последнее, что может быть скажу, что мой первый новогодний сюрприз будет совсем скоро. Я бы сказал, что он будет в дату довольно неожиданную, отгадайте в какой день. Поэтому, сразу после Нового Года, на следующий день, вечерком, не забудьте зайти на YouTube. Я постараюсь поднять вам настроение и порадовать вас. Пока-пока, обнимаю, с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова